В этом смысле, я считаю, наша встреча важна, потому что мы обсуждаем важный вопрос, который решает без нас. А мы что, мы же граждане, и нас это касается. Приехали и сразу знали, что мы все хотели. Вы знаете, я в Москве, это право, модератор, вам предложили сказать, в Москве, я отлично спрашивал, в Москве, а нет, я сейчас готовится будет украинский. Что-то модератор перебирает. Я обычно в Москве, я спрашиваю, кто самая красивая женщина России в историческом развитии. В России. Все 90% в религии. Она нам тоже нравится. Кто? Николаевна. Я не могу поблагодарить. Правильно. И я говорю, а вы знаете почему? Почему есть? Господин Жиревенский сказал, я представляю, сейчас он выдаст, что он будет националистическим. Я говорю, у меня прадедушка был гетьман Дорошенко. Вы знаете? Я не знаю, что это 5%. Вы знаете, сложно в моем, господина Шендерровича, положении говорить о красоте женщины, которая имеет рост, был имен рост примерно выше нашего. То есть это сложно. Можно ли вы начали? Я говорю, пожалуйста, если можно, украинская сторона. В любую страну мира она тут же становилась нашим стратегическим партнером. В Буртуна-Фасо, в Сенегалу я села туда, ездила и какие-то таймановые острова. Ну, это, конечно, шутка. Стратегических партнеров все-таки менее круто. Ну, и никого не надо убеждать, что Россия, так сказать, первая среди этих равных стратегических партнеров. Поэтому, вот почему мне интересно принять участие в подобном нашем мероприятии, что любое, пусть маленькие улучшения, мы не будем пытать особой эллюзии, любое улучшение взаимоотношений между нашими странами и народами, это отвечает и национальным интересам, я считаю, наших стран. И тут иногда становится парадоксальная ситуация. Эти связи развиваются на различных условиях. Друзья с друзьями, у каждого есть друзья в Киеве и в Москве. И вы не убедите этих друзей в том, что они враги друг другу. Когда-либо даже перспективы могут стать. Дружат семьи, дружат родственники, живут там и по обе стороны границы, дружат организации. В день говорили, что мы представляем только себя. Но это, наверное, не совсем так, потому что за каждого стоит какая-либо гражданская организация, общественная организация, естественно, будут красивые взгляды этих организаций. После развала Союза у нас рушились и прекрасные научные связи, научные сообщества. И долго их как-то восстанавливали. Уже, соответственно, на новых началах. И вот благодаря инициативам и Бориса Евгеньевича Патона, Российской Академии Белорусской, удалось восстановить Международную Ассоциацию Академии Наук. Есть такая организация в научном нашем сообществе. Несколько лет назад мы тоже постарались нечто сделать на троих. Ассоциация профсоюзов Академии Наук России, Национарик Академии Украины и Белорусской. Но, к сожалению, практически гаутнулись академии, которые были там где-то в Азии, в Азиатских Республиках Большего Союза и Крымах. Вот три Академии и уцеление. И поверьте, нам не надо рассказывать, насколько важно это вообще. То есть, удается кто-то россиянам выдавить от своей власти хорошую законодательность, мы говорим, смотрите, и Борис Евгений говорит нашей власти, смотрите, россиянам удалось. Наоборот, тоже, я считаю, это очень положительный момент. Историю, конечно, надо знать, но не для того, чтобы жить головой полмуты назад, а идти вперед. Это касается и Голодомора. Мы понимаем, что проблем существует между нашими странами много. Экономические, внешнеполитические. Ну, вот мы никак не можем разобраться в этом треугольнике. Украина, Россия, НАТО. Где-то нам понятны эти опасения России. Ну, и если пофантазировать, когда-то был модный лозунг, навеки вместе, вы помните, да? Если бы удалось... Да, но не навеки, а вместе с Россией, да еще было обновленное НАТО. Ну, не НАТО, а систему коллективной безопасности. Я думаю, это бы снимало опасения России, хотя они понимают, прям понимают, что ну да, но тут же и грозят нам пальчиком. Конечно, Украина свободна, но будет сделана соответствующая вывода. Ну, а какие выводы, если мы два дружеских суверенной государства? Хотя отношения с Россией, ну, как, по крайней мере, наши аналитики уверяют у российского государства, на более приличном уровне взаимоотношения с НАТО. Ну, то, чего позволено Юпитеру, как известно иногда, не позволено быку. Значит, еще раз говорю, что подобные встречи очень интересны. И вот как приложить то, что осуществляется в жизни на более мелких, на более нижних уровнях наших взаимоотношений, и гуманитарной сферой, и многое еще другое, перенести и вдолбить наши власть придержащие. Ну, как известно, придержащие камень удачи течет. А вот по поводу демократии и там, так сказать, как одним словом охарактеризовать ситуацию в наших странах, то общаюсь я как-то недавно с моим коллегой из российского профсоюза и академида, говорю, Володя, ну как дела, так, вся. Говорю, мне кажется, если охарактеризовать одним словом ситуацию в России, сидя в Киеве, это стабильно. Понятно? Он говорит, да, что-то в этом есть. Ну, а как же тогда в Киеве? А в Киеве, я говорю, одним словом, интересно. Ну, театр интересно, церковь интересно. Ну, да, мы всегда видим, что у вас действительно интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Владимир Широков. Юрий Николаевич. Мне очень интересно понять уровень самопознания, который имеет место вот у нас в России и на Украине. Самопознание в смысле способности к самокритике, в смысле способности к самокритике исторического опыта. и, как следствие, такой способности к самокритике исторического опыта, и пониманию его, и самопознанию, оценка способности России к общественному воспроизводству. То есть способность России, собственно, к развитию. Так вот, с моей точки зрения, я просто заранее скажу, такую способность к самопознанию российского общества я оценю трагически, мизерно или нулево. И, собственно говоря, как следствие этого, я считаю, вот то, что происходит сегодня в России, можно квалифицировать как медленное умирание русской нации, если бы такая нация была. Но ее и нет. Или медленное умирание русской цивилизации, опять же, если бы такая цивилизация была. И можно было бы сказать русской цивилизации, что тут это и то. С моей точки зрения, и этого тоже нет. А этот уровень самопонимания, способность к самокритике исторического опыта, он немыслим, конечно, без самого большого заглубления в историю. Потому что такая самокритика возможно только на уровне, или вернее, при условии обозрения, очень большой временной протяженности, ну и тысячелетней, в том числе, временной протяженности. Вот Игорь Борисович сказал, тысячелетняя история России. Ну что это такое? Что же мы будем считать за тысячу лет русской истории? Это очень большой вопрос. Очень большой вопрос. Я считаю, что никаких тысяч лет поминяя русской истории. Есть другие цифры, которыми эта история характеризуется. Совсем не похожие на те, которые Игорь Борисович назвал. Или, вот Игорь Борисович тоже сказал, что Советский Союз, это уже не Россия. Я категорически с этим не согласен. Но вот наше с вами Игорь Борисович восхождение, оно, собственно говоря, свидетельствует о том уровне самопонимания и способности к самокритике исторического опыта, о котором я говорил, и за которым я сюда и приехал, собственно говоря. Если мы сейчас на этой встрече будем так вот от Голодомора к Норильскому восстанию, потом как-то революции, еще куда-нибудь дальше, ну мы в конце концов или в голосе другого выцепимся, или разберемся в разные стороны, у нас вряд ли что получится. Потому что оценка происходящего только на событийном уровне, она никакого заглубления в самопонимание, в самопознание не даст. Нужно заглубиться на уровень социокультурных феноменов и процессов. И только на этом уровне можно говорить о способности или неспособности к исторической, или к самокритике исторического опыта. По-другому тут ничего не получится. Так вот, если на основе, как я считаю, вот такой критики исторического опыта, у меня складывается такое убеждение, что русская нация, если бы она была, или цивилизация, если бы она была, они не умирают, они тихо угасают, вот в настоящее время. Что происходит вот в этом смысле на Украине? Тоже было бы интересно от вас услышать, как вы это делали себе понимаете. Может быть, вы наоборот, в зените развития, может быть, вы движетесь с какой-то стремительной скоростью куда-то, преодолевая свои собственные проблемы, невзгоды, и так далее. Мне бы это было очень интересно тоже услышать. Поэтому я здесь. Но я не буду считать свое выступление за исчерпывающие изложения своих позиций или своей позиции. Я надеюсь, что я буду еще о чем-то сказать. Но что касается вот этого одного вопроса, почему или зачем я сюда приехал, ну, в моем понимании, спасибо. Спасибо. Конечно, хочется сразу теперь вам задать серию вопросов, но сейчас это не удастся, потому что есть еще один хозяин встречи, господин Павел Иванович Кривико, который должен скоро нас покинуть. Поэтому мы не будем на рассмотре. Спасибо. Находилась картина, на мой взгляд, тревожная, в некоторых аспектах. И я подумал, что к такому собранию имеет смысл эту картину передать, потому что она позволяет сориентироваться, как сегодня складывается отношение в Украине к России, в России к Украине, не на уровне политических лидеров или руководителей, а в массе людей. Что касается картины, которую получила Левада-центр, я думаю, что русским гостям, нашим российским знакомым, возможно, их сайт. Если нет, то завтра мне вот звонила главный редактор журнала «Девятого недели нашего». Он выходит на двух языках, в том числе и русскими. Завтра там должна быть публикация, где гражданкин из Левада-центра дает определенный обзор тоже наших этим исследований. А картина, которую мы зафиксировали реально, отношение к России и Украине год тому назад и сейчас. Вот в Украине изменения произошли очень незначительные. Вопрос, который мы задавали, звучал так. Как вы в целом относитесь сейчас к России здесь? И Левада-центр, как вы в целом относитесь сейчас к Украине? И набор ответов, вариантов ответов одинаковые. Очень хорошо, в основном хорошо, в основном плохо, очень плохо, трудно сказать. Так вот, в Украине, к России в апреле прошлого года 46% сказали очень хорошо, 41% в основном хорошо, ну и 5,2% соответственно в основном плохо, совсем плохо. сейчас ситуация очень похожая. 44% очень хорошо, ошибка-то в выборке, минус 2% всегда есть погрешность, поэтому на разницу 2% не стоит обращать внимание. В основном хорошо не 41%, а 46%, в основном плохо, по те же 5%, очень плохо, одинаковые. Ну и там 4,5%, трудно сказать. А вот что же получается в России за этот год? В марте прошлого года очень хорошо, 5%, сейчас 3%, в основном хорошо, 49%, сейчас 39%, в основном плохо, 27%, сейчас 35%, очень плохо, в году на 6%, сейчас 14%. Трудно сказать, в году на 12% стало 9%. В общем, если говорить о хорошем отношении, то, ну вот, как мы объединяем обычно эти категории ответов, то 55% россиян хорошо относились, теперь 42% таких. 33% относились плохо, теперь 49%. В Украине же эти балансы 88-90% это неразличие. В общем-то, оно сохраняется достаточно стабильным, хотя в течение года во время августовских событий мы зафиксировали некоторое снижение хорошего отношения среди населения, но на несколько процентов, но на репрезентативно надежные проценты, когда вы знаете, что происходило на территории Грузии с помощью российских вуз. Ну и если учесть всякие другие данные, я думаю, что конечно виднее россиянам почему могло испортиться так отношение к Украине за этот год, у наших коллег-социологов тоже есть определенная по этому точку зрения, она в общем-то, если очень коротко, сводится к тому, что фактически сильно изменилось изображение российскими СМИ украинской политики как недружественной или враждебной по отношению к России. Ну а причины такого поведения тут можно обсуждать, я думаю, что здесь конечно и политика российского руководства, но ее причины такого поведения это ее имперские возможно амбиции вам виднее, но и крутой поворот по внешней политике Украины произошедший за последние четыре года, уже я буду говорить о других данных наших исследований о российских больше не буду говорить, то есть явному предпочтению сотрудничества в том числе военного с западом а не с Россией это тоже могло оказать свое влияние но я говоря о той ситуации которая есть в Украине хочу сказать о том, что меня обеспокоило уже в течение последних четырех-пяти лет хотя впервые это произошло в девяносто четвертом году когда на тормозу президентских выборов в Украине территориально большинство голосов одна часть почти половина отдала преимущество одному кандидату Кравчуку а другая другому кандидату Кучме но Кучма так повел политику что буквально за полгода он больше имел поддержку в другой половине которая за него не голосовала преимущество и потому что то что он обещал такое очень чувствительное национальное по отношению к национальным чувствам он можно сказать сектушировал и не выдвигал больше на первый план но это давняя история относительно конечно давняя а сейчас если говорить об отношении к Украине то тех двух частях Украины где на последних трех выборах я имею ввиду президентские 2004 года и парламентские 2006 и 2007 года снова большинство голосов получили разные политические силы условно говоря нас называют оранжевые и белосиние или белоголубые по разному бывает то они эти две части отличаются и своим отношением к России если говорить о северо-западной части Украины вот здесь она преимущественно желто-оранжевая это 52% населения страны то здесь очень хорошо относятся 29% в этой части 60% в основном хорошо 56% здесь и 36% здесь в целом различия несущественные 10% 85-95 и можно было бы не придавать этому значения если бы за этим не стояли некоторые качественно различные оценки желательно внешнеполитических курсов нашего руководства потому что что такое очень хорошо и в основном хорошо оно так на словах существенного значения не имеет но когда мы скажем задаем вопрос как бы вы проголосовали если бы следующее воскресенье проходило референдум относительно приседения Украины в Союзе России и Белоруссии то вот северо-западная часть 35% готовы проголосовать за 41% против юго-восточная 80% за 9% вот что означает это очень хорошо и в основном хорошо и это конечно если взять 4 макролегиона как мы видим то есть каждая из них еще имеет свои подразделения чем дальше на восток и на запад тем больше это различие но я не буду говорить об этих деталях потому что кого это заинтересует можно тоже посмотреть на сайтах нашего института эти исследования проводят Киевский международный институт социологии который работает Национальным университетивом Могилянской академии и на его сайте можно это увидеть так вот я просто хочу сказать что когда мы ставим аналогичный вопрос о том как бы вы проголосовали на референдуме о вступлении Украины в Евросоюз ситуация меняется на противоположный в обеих частях в северо-западной части 54% за 21% против в юго-восточной 30% за 46% против это по населению то есть реально участвует в голосовании при этом 75% поэтому и там и там больше половины высказывается таким образом еще речь вопрос дифференцируется позиция когда речь идет о вступлении в НАТО но здесь ситуация более сложная потому что в обеих частях вообще-то голосует против НАТО больше чем за в северо-западной 44% против 32% за в юго-восточной 81% против 8,5% за как показывают наши исследования вот такая дифференциация она связана с довольно ну на мой взгляд глубокими социальными основаниями для предпочтения различных внешнеполитических курсов то есть отношение к России оно связано с большой неоднородностью национального состава разных частей Украины которые в официальной статистике очень мало отображаются потому что когда проходит опрос каждый человек может ответить о своей национальности вопрос есть только однозначно или украинец или русский или еще кто-то только или с 94-го года когда обнаружилось вот такое различие наш институт поставил такую проблему здесь по-моему даже есть автор да Роман Ленчевский вот который предложил ввести вопрос когда человек может выбрать но если он сказал или русский или украинец а часть говорила сразу я и русский украинец я не могу выбрать задать им дополнительный вопрос который говорит только вы украинец или только русский или вычислил больше кто-то но больше тот и так далее то оказалось что почти четверть населения украины это люди которые имеют двойную идентичность вопрос полностью формулируется таким образом теперь я хочу задать вопрос который поможет вам уточнить поможет нам уточнить вашу национальную принадлежность скажите пожалуйста какой из этих вариантов наиболее соответствует вашему мнению вы только украинец или вы больше украинец но частично русский или в ранней мере русский украинец или вы больше русский но частично украинец или вы только русский таких пять вариантов ответа Ну, я в нашей выглядке уже не раз об этом рассказывал. Так вот, двойная этническая самоинтификация, русско-украинские бьетноры, это в большинстве странные дети смешанных семей. Это те люди, которым трудно, вот мне, например, трудно самоопределиться, я Хмелько, мой отец украинец, а мать моя русская, Щегаева. И делать такой выговор таким людям, как я, очень трудно. И поэтому меня, как бьетноры, очень беспокоит ситуация, которая происходит сейчас между нашими странами. Поэтому я с особым таким интересом выслушал предложение нашего российского коллеги, извините, Федора Шелова, да? О том, что это действительно, если говорить с точки зрения социологической, как движутся процессы гражданского общества, это некоторый элемент инициативы гражданского общества. То, что вот сейчас здесь происходит. И осознавать себя в такой роли, и брать на себя какую-то ответственность, и пытаться все-таки предлагать политикам более разумно вести, и с той, и с другой стороны, чтобы наши народы не сталкиваются с этим бами, и не разрывать Украину в своих национальных чувствах. Потому что политики, конечно, этим пользуются каждый раз перед выборами, предлагая соответствующие лозунги. И они через свои средства воздействия, они усугубляют вот те различия, которые формируются в семье и формируются в других делах. Но я при этом хочу еще обратить ваше внимание на одну, на мой взгляд, очень важную особенность отношений. Есть еще один такой вопрос, который показывает, что при всех вот этих различиях есть позиция, в которой все регионы Украины, от самого западного до самого восточного, являются единым. Причем вопрос именно внешнеполитический, именно в отношениях к России. Мы уже приблизительно 14 лет задаем вопрос о том, каким бы мы хотели видеть отношения Украины с Россией. И предлагаем три варианта. То есть не два или и, а три варианта. Один, отношения Украины с Россией должны быть такими же, как и с другими государствами, с закрытыми границами, визами и тому же. Второй, Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами, с открытыми границами, без виз и таможен. И третий, Украина и Россия должны объединиться в одно государство. Так вот, вот эти две половины Украины действительно отличаются по ответу на первый и третий вопрос. Украина и Россия должны объединиться в западно-центральной части 10%, юго-восточной 30%. Должны быть закрытыми друг от друга государствами, независимыми, но закрытыми. 19 на западе, 4,5 на востоке. А вот они должны быть независимыми, я хочу отчеркнуть, но дружественными государствами. 68 на западе и 64 на востоке. Так что потенциал компромиссного решения, этих противоречий, тех чувств по отношению к нашей соседке, с которой нас связывает долгая судьба и в том числе миграционные потоки. Потому что все-таки один факт исторический, который когда-то меня в студенческие годы еще потряс, когда я прочитал о фамилии трех организаторов переворота в Питере в 17-м году. Военно-революционный комитет. Кто возглавляет? Антонова Овсиенко, Пепенко и Крыленко. Три человека. Один из них офицер Овсиенко, шахматист и водянин, один моряк и один солдат. Давайте так. Поэтому теперь да. Спасибо большое. Я думаю, что я свою порцию исчерпал. Кто теперь будет вести с украинской стороны? Очень интересная информация, очень важная и веселая, и важная одновременно. Мне кажется, что вот из того, что уже прозвучало, можно сделать такой, наверное, бесспорно, что у нас существует серьезный взаимный интерес друг к другу. Мы хотим лучше знать друг друга. Мы не очень понимаем друг друга. И особенно, что касается российской стороны, мы даже не очень понимаем сами себя. Потому что у нас разные понимания, разные оценки самих себя. То есть мы еще не вышли на саму идентификацию. Если можно, я бы задал один вопрос. И кто следующий с украинской стороны? Вот вы говорили, это, конечно, важный вопрос по поводу НАТО. Как вы считаете, вот эти цифры, которые вы назвали, там 60% на Западе за... Нет, 60% против, 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 против. А восточной и центральной еще больше. Вот эта доля, тенденция какая, это будет меняться в ближайшие годы? Мы наблюдаем это уже не один год. И колебания есть. Она-то, она? Да. Колебания есть, но они не существенные. То есть статистически значимых двигов наблюдается в некотором периоде. Когда идут какие-то удачные, может быть, передачи и так далее, наблюдаются. А потом ситуация опять меняется. Колебаний вообще очень много, в том числе и в отношении к независимости. Каждое действие российской политики по отношению, я знаю, к Тузле или к Грузии и так далее, видите, вот как скачут. Но если взять ежегодные тенденции, то поддержка независимости в Украине в свое время растет. Это референдум 91-го года, 76% высадали за. Это 90% голосов, 76% населения. А сейчас больше 76%. Поэтому ситуация именно такая, что Украину, если кто-то и пытается, а я думаю, что эти данные известны не только нам, но и тем всяким организациям в России, которые были бы заинтересованы в том, чтобы нас разорвать, извините. Но я просто хочу обратить ваше внимание, что потенциал совместного независимого государства в разных концах Украины очень сильный. Валерий, я хочу просто для наших российских друзей добавить. Очень важный момент, чтобы не забывать. Как ни странно, в 2000 году уровень поддержки населения Украины вступлению в НАТО был гораздо выше. И если бы не случилось то, что случилось в Украине в 2000 году, еще при куче. Раскручено дело Гангадзе, ему никуда не оставалось, как в Украине. Я думаю, ситуация была бы совсем другая. То есть в эти цифры, которые говорят наши от социологов, зависит еще от чисто внутриполитической ситуации Украины, а не только отношения Украины с Клайд-Акзан. Но если даже как-то продуктивная политика Кремля не может заставить украинцев прибыть НАТО, то, наверное, дело Гангадзе тоже от вопросов. Хорошо, все, я не могу больше говорить. Только прежде я хочу попросить украинскую сторону, чтобы вы не пользовались правилем своему поля, не старались убежать, вызывать брайконы или еще куда-то. Может, останутся одни россияне? У нас есть о чем поговорить. У нас мало, но мы кельняшки. Так, ну что, да? Александр Шаравин Александр, кто теперь видит украинскую? Кто теперь видит украинскую? Вы ведете, вы ведете. Держите записки. Коллеги, Шаравин Александр, директор института политического военного анализа. У меня, как у каждого, здесь есть разные причины для участия, но я одну прагматически не назову. Я думаю, что одна из главных причин того состояния, в котором сегодня находится Россия, это то, что у нас практически не реформирован весь силовой сектор государства. У нас за 17 лет так и не удалось создать и российскую армию новую, ни новые силовые структуры, ни службу госбезопасности, ни новую полицию. И, по сути, мы имеем обломки от того, что нам досталось от Советского Союза. Причем не только внешне, но и с внутренней идеологией прежней. И, как ни странно, у нас в России пока нет этого понимания, что нам все равно придется делать эти новые структуры. То есть от того, что мы переименовали, допустим, Министерство обороны СССР в Министерство обороны России, ничего не поменялось. Ну, формы изменили, там, названия, должности. Посадили сейчас гражданского человека во время Министерства обороны. Это все равно Советская Армия. Вот она как была, так и есть. Если вы войдете в газарную, если вы войдете в аудиторию военную академию, то вы услышите, что главный враг НАТО, что вот у нас вот такая вот ситуация. Если в академии, допустим, МВД в Петербурге в учебнике написано, что там евреи много что натворили, так скажем, и это преподносится в качестве аксиомы для слушателей, то это, ну, все понятно, так сказать. Вот мне, на самом деле, хотелось бы узнать, как у вас, как на Украине вот этот вот процесс происходит. Потому что у меня есть, конечно, свое мнение на эту тему. И я, безусловно, общаюсь со многими друзьями на Украине, кто тоже в этой сфере работают. Вот, Сан Саныч, Скипальский здесь присутствует. Я думаю, что мне очень будет интересно с ним тоже пообщаться. Слава за вас. Да. Так вот, хочу сказать, что, к сожалению, в России так получилось. Вот нам в наследство достались союзные структуры. И в 91-м году Борис Николаевич Ельцин принял попытки создать свою госбезопасность, национальную гвардию, муниципальную полицию. Но все это как-то вот рассосалось постепенно и ушло в никуда. Если мы даже сейчас зайдем в музей, допустим, ФСБ российский, то тогдашнему начальнику КГБ... Он на футы. Ну, туда можно попасть, нет проблем, на самом деле. То даже для того периода не дошлось места в музее. Вот в 91-м году был российский начальник КГБ, да? Иванович. Иванович. Да. Так вот, его музея нет, на его месте ничего нет. То есть, как бы, не было совсем. То есть, вот вы понимаете, откуда свои корни нынешнее наше ФСБ пытается ввести. То есть, Иванченко для них не существует. Точно так же, если вы зайдете в Генеральный штаб, ну, по крайней мере, вот еще год-полтора назад, там можно было вполне портреты Сталина найти. И они там гораздо более важное место занимают, чем, допустим, портреты Суворова, Кукузова и так далее. То есть, это вот моя маленькая вводная часть. Я, конечно, не буду говорить по существу. Хотя, на самом деле, мне Украина очень близка. Я здесь 6 лет служил в лейтенантскую пору в 70-е годы. И хочу сказать, что объездил Украину, может быть, даже больше тех, кто здесь сейчас живет. Потому что от западной до восточной в палатке пришлось жить годами, так скажем, да? Потому что моя первая профессия была военный геодезист. И хочу сказать, что вот эти, допустим, месяц на кутре близ деканки мне удалось пожить. Я понимаю это изнутри, так скажем, да? Поэтому есть и личный, конечно, аспект того, что я здесь нахожусь. Спасибо. Присоединяюсь в благодарность российской стороне за то, что вы вносили время. Очень приятно, что мой полный тезк Александр Александрович дал тон для обсуждения очень важных вопросов. Но все-таки я хочу высказать вначале, что же меня привело, кроме того исторического прошлого, которое мы все имеем, в том числе и я, начинаю с металлургическим подходом. Во-первых, потому что я верю, в России есть люди, которые понимают мое право иметь свое украинское государство, суверенное независимое. Потому что я хочу, чтобы, проводя внешнюю политику, Россия отказалась от устоявшейся традиции ставки на продажных политиков сопределения государства, а на достойных оппонентных, достойных политиков этих стран. Потому что я убежден, равноприемлемые, дружеские, компромиссные отношения между нашими странами взаимовыгодные и почти без альтернативные. Следующее. Как аналитик должен подчеркнуть, понять, что происходит, и определить курс наших отношений, возможно, только с позиций исторических закономерностей и, если хотите, природного, естественного пути развития общества. Без этого, я убежден, мы не увидим, что делается за горизонтом и какие наши стратегические цели общие. Имея колоссальные возможности повышения благосостояния российского народа в жизни, мне кажется, извините, что я даю оценку в России, это не удается. Поэтому власть ищет образ врага. Это классическое правило. В Украине это маскируется давлением извне. Тоже идет маскировка. Так вот, возникает вопрос. К какому союзу присоединяться? Бедный к бедному? Что будет? Еще бедность. Если бы, убежден, если бы российская власть, имея возможности и естественных ископаемых и так далее, подняла жизненную уровень Тамбовской губернии, в жадской губернии и в любой области простого народа, отношение бы простых украинцев было бы намного другим, чем сегодня. Я в Украине, мне очень приятно, что уважаемый Юрий Николаевич затронул очень глубокую мысль развития как российской нации, так и украинской нации. Я думаю, что в этом фундамент нашего разговора, фундамент существования стран в будущем. К сожалению, в Украине катастрофически сокращается население. Более 5 миллионов, это самая минимальная цифра, украинцы выехали за рубеж, в том числе, как принято говорить, дальние за рубеж. Уехали, как вы понимаете, не худшие. Уехали те, которые могут работать, которые имеют определенный интеллектуальный уровень подготовки и так далее. Самое опасное, что отдельные политики в Украине, если можно их назвать украинскими политиками, видят в этом позитив. Они позволяют себе высказать мнение, что пусть эти хохлы выезжают к своим бандеринцам в Канаду, в Испанию, куда угодно, а мы тут построим новую политическую нацию. Возникает вопрос, какую? В пример приводят Соединенные Штаты, построили съехавшиеся со всего мира, но там возникает закономерный вопрос, а куда делась коридорая население? Резервации, как вам известно. У нас очень опасная тенденция вымирания села. Исчезает, сокращается среда обитания путем земельных осел и кандидатов. Исчезает село, а село это носитель украинской культуры, украинской традиции, украинского языка. И это очень и очень опасно. Это глобальный вопрос, который мы сталкиваемся, который мы имеем. Чтобы прискорить или ускорить свое выступление, теперь Александр Александрович абсолютно солидарен с вашей оценкой, что изменения глобальные или стратегические, хотя бы в силовом блоке, не произошли. Они как-то выдержались, как-то притерлись. И если все-таки у вас в России Путин и его команда подошли к совершенствованию с профессиональной точки зрения, я в качестве примера скажу, структуры ФСБ, работающие по Украине, увеличены в полтора раза сегодня, по сравнению с теми, которые были в 50-х годах, когда действовали в подполье УПА. И меня это очень беспокоило. Особенно после награждения президентом Медведевым, сотрудником ФСБ и службы внешней разведки за успехи в изоляции Украины. Что у нас? У нас еще путь. Это ваш формировка, если вы видите? Нет, это моя формировка. Что касается мукраинского блока, то у нас после определенного подъема, когда спецслужбы оказались, я прошу внимания, оказались препятствием для незаконного, незаконного, неприродного накопления капитала, и их начали чистить. Забирали профессионалов, для которых, ну, образно говоря, противник есть противник, независимые, это олигарх или не олигарх. Его отодвигали в сторону, и путем селекции выращивали тех, которые сегодня начали прислуживать олигарху, защищать олигарху. И самым циничным примером, это назначение миллионера Хорошковского, одним из первых руководителей службы безопасности. Приехали в Украинский. Вот такое вот состояние. Поэтому я думаю, что наша дискуссия, наш разговор, безусловно, выведет на сближение, на серьезный разговор. И я должен сказать, что я лично имею опыт. Мне пришлось, вот, с теми, разговаривать с теми ребятами, находить компромисс, который сегодня там вас ученкивает тоже, за их мягкое тело, в тот период. Мы, в конце концов, построили свои государства без конфликта. В этом великая заслуга того периода, что не пролилась ни одна капля крови. Видите, как сегодня уже идет по другому пути. Я имею в виду ситуацию на Кавказе и так далее. Поэтому сохранить те традиции, которые были заложены и в демократическом фронте, сохранить эти традиции, которые в первые годы создания Российского государства, Российской Федерации и Украины, это наш с вами, если хотите, долг для подрастающих поколений. Сегодня молодежь, здесь сколько смотрит, более трагматично, более меркантильно, более материально. А это не всегда соответствует стратегическому вопросу. Благодарю вас за него. Я прошу прощения. Извините, пожалуйста. Добро хотел задать вам вопрос сам лично. Я думаю, для всех присутствующих тоже будет чрезвычайно интересен. Пока мы еще... Прибавил понятие. Я не ошибаюсь в воспоминании об истории создания нашей националистической организации в Украине и роли КГБ в ее создании. Вы имеете в виду, что вы наносите? Это был комитетский проект для того, чтобы матерки летели на свет. Была создана структура на причастие нашего украинского КГБ-ОССР. Так что нечего винить. Там была идея, указание, а тут исполнители. Они до сих пор... Они росли в Украине, даже провоцировали. Я вам скажу пример. Мне президент Ковчук в парламенте, когда я с ним был, подходит и говорит, Александр Александрович, а я уже почти поверил, что ты поддерживаешь руководителя на ООНСО. Оказывается, я так смотрю за тобой, это не ты. А кто вам сказал? А сказал тот, кто создавал. Спасибо. О, еще забыл одну идею. Упустил бумагу. Знаете, в чем я вижу геополитическую перспективу? Определенная история дает определенный шанс на какой-то определенный период. Я думаю, что вот идея славянства, только не усеченного славянства в отношении Украины и России, а славянство всего, как часть Восточной Европы, сегодня должна привлекать внимание. Нам, но славянам, убеждено это в определенный период расцвета, если мы этим используемся. Знаете, Анатолий Чок, у нас все-таки очень сильные традиции славянской культуры, которые еще не разбавлены другими течениями. Александр Александрович, одна маленькая реманка, просто прошу прощения за коллегу, но в разнице того, о чем вы сказали, что слава Богу, я вам даже буду рассказать, как она не будет. Потому что я был обеспечительным и участником до какой-то степени, хотя решение принималось окончательно финальное, тем правильным решением было принято Ельцином вовремя, и он все ответственно и заложил. Мяже картинка такая. По величине Болис Николаевича, Болис Николаевич, Грачев и Ваши подруги слава. На эту встречу меня послал Козырев, потому что в силу некоторых личных в качестве его характера, он предпочитал от сложных ситуаций уходить. Значит, Грачев, это весна 21 века. Вы помните, когда начались первые такие довольно серьезные разногласия на футболе России и Украины? Грачев говорит, да хватит уже, войска обводить на это. Вы смотрите, что там не может выделять. Что они себе позволяют? Кто там, это восточная кероина? Когда она там была? Один идиот, ну там он другим словом говорит, тот был там все острый бюджетный, другой он укинул, да? Вводить войска и все такое. Значит, я что-то пытаюсь какие-то там козунные отметки, но, как говорят, врачи чувствую, я теряю, да? То есть, мы его теряем. Здесь я теряю. И здесь я просто говорю одну фразу, когда я уже вижу, что она... Да, когда я переводил, он говорит, а если ты мне будешь мешать, как бы этих хохолов, дальше идет там, длинный марк, значит, вот, как бы приводить в порядок, на любом перекрестке твоя машина будет стерта там, вообще, имею в виду, вообще сиди и молчи, чтобы я тебя здесь не слышал. Ну, чувствуешь, что все уже как бы играть, Я тогда говорю, одну фразу, хорошо, Кваш, тогда мы снимем просто одну ситуацию, одну маленькую ситуацию. Как ты себе представляешь, что русские будут стрелять в русских? Потому что, как бы, половина русской армии, да, это украинцы, да, половина украинской армии на тот момент, и сейчас, да, это русские, и кучаские армии. Вот как ты представляешь, что русские будут стрелять в русских, украинцы будут стрелять в блядь. И то, Борис Николаевич, сказал, все, стоп, значит, никаких войск, все, я решение. Вот это вот, просто была реальная ситуация, ранней весны, 92-го, вот как это. 92-го? 92-го. Можем только поблагодарить вам за вашу собственную позицию. По поводу собственности, какие-то очередные склоки, там, или... Другая задача. Мне кажется, что было, вот, Федору Шеломко-Витяеву сформулирована одна вещь, важная вещь, которую хотелось бы, чтобы мы не упустили. Мы должны попытаться, целеполагание, повестка. Вот, не надо жаловаться на свою администрацию, да? Понятно, мы тут более-менее отдельные, внятные люди, да, со своим отдельным, внятным мнением. Мы, конечно, не гражданское общество, но мы какие-то там крупицы этого гражданское общество. Давайте договоримся, довольно понятно, на чем мы уже сошлись. Мы сошлись на том, что наши администрации, простите за такое обобщение, делают чудовищные вещи, ссоры народа. Не углублялись, да? Никакого газового конфликта нет, есть, я просто про терминологии, да? Никакого отдельного газового конфликта, есть политика администрации, которые друг другу подходят идеально. Потому что, наша администрация использует вашу для повышения своего рейтинга на волне имперской, ваша благополучность пользует наших идиотов для, так сказать, решения своих задач, да? и поднимают свой рейтинга. Выяснили это за спутник. Общая более-менее оценка, как мне кажется. Общая оценка, вот сейчас были социологические данные, что потенциал, потенциал дружеских отношений, которые не смогли поколебать, так сказать, ну, Тимашенко с Путиной. Без всякой социологии, я, у меня свой социологический опрос, чемпионат мира, да? Все болели за сборную Украины. Я не знаю, до какой степени там болели сейчас за наших. Когда вы формулируете вопрос, социологи формулируют вопрос, как вы относитесь к Украине, это требует расшифровки. Что возникает на щелчок в голове? Андрей Шевченко или Юрий Тимошенко, да? Что, как говорят, к Украине, что такое Украина, да? Как? Кому? Лобонос. Да? Богдан Стопко или Ющенко. Кто, как, что, когда вы, относитесь к Украине, какой Украине, что-то украинский. Так вот, я полагаю, что очень многие, отвечая на вопрос, этот имели в виду администрации, мы пока ехали в поезде, замечательно, Александр сформулировал, что надо переназить в ЦИОМ, в ЦИОМ, в ЦИОМ, в ЦИОМ, изучили эффективность и пропаганды, в ЦИОМ, да? Потому что это не имеет никакого отношения к общественному мнению. Это шприц, водится в голову, главным врагом становятся Эстония, Грузия, Украина, Буркина-Пасо, завтра, что будет говорить про рамное время в течение недели, будет главный враг России. Вынесли за скобки. Потенциал, очевидный потенциал. Значит, что мы сегодня можем придумать, как мне кажется? Мы можем начать придумывать какой-то, пытаться создать некоторый механизм, элементы механизма. Например, вот ясно, что наше телевидение, да, там российское, ловить, отлавлив. Вот какое-то создание, например, первая мысль, которая пришла, отслеживание лжи, вот то, что говорил Сергей Комиссаренко. Ющенко говорил одно, другое тут же появилось. Допустим, сайт российско-украинский, на вскидку, говорит то, что пришло в голову, который отслеживает взаимную ложь, подлоги, провокации, да, отслеживает, взаимно, да, вот мы сказали это, вы протранслировали другое. Нехорошо, да, демонстрируют идиотов взаимных, демонстрируют провокаторов взаимных, да, мы на эту выставку Затульна-Жириновский, у вас свои есть, да, подозревают, симметричные, да, я с одним даже, с одним даже, одного даже я наблюдал в прошлый приезд, я пригласили на, даже находился в каком-то диалоге, вижу, у вас тоже Жириновский, этот жанр не пропадает, да, и нет, он ничего. Отлично, значит, какой-то совместный сайт, где мы отслеживаем, отслеживаем и комментируем подлоги, исторические фальсификации, да, ложь прямую, уголовщину прямую, да, каждый со своей стороны, такой-то совместный сайт, то есть вокруг каких-то таких частых вещей, сайта, ну сайт самое-самое понятное, и, так сказать, на телевидении мы не потянем, да, вот, но какая-то, вокруг чего-то кристаллизовываться должно, когда мы говорим в гражданском общественном, вот таким образом, допустим, да, социология, вот я сейчас приехал, узнал ее, я, например, не знал об этой пропорции, она очевидна, дело в том, что это, дело в том, что у нас односторонняя пропаганда, у вас тоже пропаганда, но он с разных сторон, поэтому суммарный вектор, понятно, более-менее усредненный, да, у нас, поскольку это одна станковская башня, один шприц в голову, то, что скажут, то и будет, это понятно, значит, социологическая какая-то служба, которая, в Ивана центра у вас есть, совершенно верно, да, значит, но я вот эти цифры в Украине, я услышал впервые, предположить, что я случайно на них надпусть шарил по интернету, какое-то место, где будет кристаллизовываться, вот Россия, Украина, гражданский проект, какой-то, да, где будет кристаллизовываться объективная социологическая информация, вот то, что вы сказали, не требует почти что комментария, эти цифры катастрофические для моего, ну, для моего достоинства, как россиянина, это, это катастрофа, значит, эти цифры должны быть в широком доступе, комментарии к вранью в широком доступе, объективная информация в широком доступе, тогда мы, то есть, я хочу предложить нам в оставшиеся там полтора суток или сутки, да, чтобы мы не поговорили каждое, о чем наболело, да, и разошлись довольные собой, по большей части, чем друг другу, а чтобы мы пытались создать какое-то вот, ну, что-то придумать, какой-то маленький механизм, который потом можно усовершенствовать, тогда это будет результат, потому что, если мы друг другу пожалуемся на нашу администрацию, посетую на собственную историю и разойдемся, ну, но, если жаловаться надо денег на самом деле, да, кстати, я хочу сказать, давайте вынесем администрацию за скобки, администрация, если появляется сильное гражданское течение, администрация никуда не денется, да, она вынуждена, они не идиоты, у них свои социологические, да, они замеряют, если, если такого рода центральное, компромиссное, то, что говорил Валерий, я не знаю ваше в отчество, про это, вот эта компромиссная, серединная, устойчивая часть, если мы, присутствующие здесь, сходимся на том, что независимое, дружественное, да, определение соседнего государства, независимое, дружественное, все, точка, тут-то спора нет, ну, по крайней мере, среди присутствующих, больных, да, да, нет, граница пускай, но между Швейцарией и Францией тоже есть граница, да, так сказать, ну, как ты, как ты проезжаешь, ее не замечаешь, а в Швейцарии, или в Торнштейнов, какая граница? Деталь, вот деталь, которая, вот с чего начать, смотрите, вот мы сегодня прорывались к вам с боями, да, через открытую границу, мы прорывались с боями, ночью на трясущем поезде пытаясь заполнить аркетку, да, дважды будья, при будьте, вы будьте, значит, причем там два языка, украинский, английский, и поезд трясется, и буквы мелкие, значит, во мне просыпается сильное имперское чувство в этот момент, вы понимаете, да, как во всяком нормальном человеке, я думаю, много ли украинцев ездит поездом Москва-Киев? Срегучий. Да, хорошо, но не больше наших, я вот через вагонию...